Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья, и я отвечаю на детские вопросы. Сегодня у нас вопрос такой. Почему у животных зрачки разной формы? Ну, какой формы зрачки у человека, вы знаете, конечно, наши зрачки круглые. Но если посмотреть на других животных, то оказывается, что не у всех такая же форма зрачков. Форма зрачков зависит в первую очередь, конечно, от образа жизни. И было отмечено, что, например, у хищников, у крупных хищников, которые охотятся в разное время суток, форма зрачков, как и у нас, как правило, круглая. Такую форму зрачков, например, имеют львы, тигры или волки. Но здесь играет роль не только размер хищника и не только то время, когда он охотится, а также важен его способ охоты. Например, волки свою добычу загоняют. Вот, например, хищники из семейства кошачьих многие охотятся из засады. И вы знаете, что у кошки, например, вертикальный зрачок. Такие зрачки свойственны многим хищникам-засадникам, но есть одна оговорка. Как правило, вертикальные зрачки дают преимущество только в том случае, если размеры животного маленькие, ну, как, например, у домашней кошки или у лисицы. Тогда вертикальный зрачок делает более четкими вертикальные линии и дает животному лучшие возможности рассчитать свое расстояние до добычи. Если же животное большого размера, ну, как, например, тигр, то это преимущество вертикального зрачка, к сожалению, утрачивается. А вот, например, у змеи зрачки разной формы. У них есть и круглые зрачки, и вертикальные. И, как правило, это связано с тем, что змеи активны и охотятся в разное время суток. Те, кто охотится ночью, как правило, имеют вертикальный зрачок, а ночные хищники круглый. Помимо вертикальных зрачков существуют еще и горизонтальные зрачки. У кого из животных такие зрачки можно увидеть? Ну, например, у кос, овец или лошадей. У этих животных, в отличие, например, от хищников, глаза расположены не фронтально прямо на лице, как у нас с вами, а расположены по бокам головы. И горизонтальные зрачки дают этим животным очень хороший панорамный обзор. Это важно, поскольку животные должны все время наблюдать за тем, не появляется ли рядом какая-нибудь опасность, пока они пасутся и спокойно, мирно жуют траву. Причем интересно, когда животное наклоняется к земле головой, чтобы сорвать зубами траву, в это время зрачки не меняют свое горизонтальное положение. То есть, голова наклоняется, а зрачок остается в таком же горизонтальном положении относительно земли. У некоторых животных вообще зрачки невероятной формы. Например, у каракатицы зрачок напоминает букву W. Он имеет вот такую необычную форму и считается, что эта форма зрачка помогает каракатице улавливать потоки света с разных сторон и благодаря этому тоже очень хорошо рассчитывать расстояние до добычи. Вот правда, зрение у каракатица скорее всего не цветной, как у нас с вами, а черно-белая. Есть еще более, наверное, необычные зрачки. Это, например, такие зрачки, как у гекконов. У них зрачок вертикальный, но он не ровный, а имеет такие отверстия. У разных видов гекконов их может быть три или четыре. То есть, получается как бы в одном глазу сразу несколько таких мини-зрачков. Для чего это нужно? Считается, что каждое из этих отверстий в зрачке дает свое изображение. И благодаря сумме этих изображений геккон также может очень хорошо фокусироваться и определять точное расстояние до своей добычи, что для охотника очень важно. Ну и представьте себе, есть такие рыбы, которые называются четырехглазки. На самом деле, конечно, у них не четыре глаза, у них всего два глаза. Но эти глаза устроены совершенно фантастически. Каждый глаз разделен поперек перегородкой. И хоть хрусталик в каждом глазе один, а вот зрачка в каждом глазу по два, верхний зрачок рассчитан на зрение в воздушной среде, а нижний зрачок помогает рыбам хорошо видеть в воде. Для чего такое сложное устройство глаз с четырехглазком? Дело все в том, что эти рыбы, как правило, держатся у поверхности воды. А глаза у них расположены на самой верхней части головы. Таким образом, часть глаз находится в воздухе, а часть под водой. Такое расположение глаз и вот этот разделенный на двое зрачок позволяет им прекрасно видеть и ту добычу, которая оказывается в воде, и ту добычу, ну например, каких-то насекомых, пролетающих близ поверхности воды, которые находятся в воздушной среде. Ну что же, конечно, о всех зрачках мы не поговорили. Пишите нам в комментариях, какие зрачки животных вы еще знаете необычной формы. Обязательно не забывайте подписываться на наш канал и присылайте нам свои новые вопросы. Всем пока!